здравствуйте мои маленькие русофобы и любители фейков в эфире ваша улюбленная рубрика лёша банит в которой я буду банить кремлеботов и расистов впрочем как и всегда кстати если вам нравится это все дело то поддержите меня пожалуйста супер спасибо и спонсорством здесь на ютубе либо что-нибудь на paypal можно прислать но сначала конечно же поддержите украинцев к сожалению в этом выпуске не будет вашей любимой заставки так что поехали я шучу я шучу конечно будет заставка где я был все восемь лет лёша банил денатифицировал тибет лёша банил может фейки рисовал лёша банил что он только что сказал банил баню и буду банить где же я был всего семь лет господи я бы слушал и слушал эту заставку надо сделать версию на 10 часов как мне кажется так а сейчас внимание уберите от экранов беременных женщин детей бабушек да и можете сами вообще-то уходить я бы на вашем месте выключил сейчас вообще выпуска и дальше не смотрел потому что знаете кто сейчас будет коба вот это отвратительная рожа ввх будет нам вещать кое-что а мы его послушаем он же тоже расист кремлебот очевидный и выступал перед лидерами думских фракций как будто те эти люди что-то решают дать послушаем что он говорил сегодня мы слышим что нас хотят победить на поле боя а что а какие проблемы в этом что нельзя нельзя победить да вот непобедимые что не скажешь пусть попробую и улыбочка такая да как будто он не потратил уже десятки тысяч жизни россиян отправивших их на бойню и наверное уже под сотню тысяч украинцев убил мы уже много слышали что запад хочет воевать с нами до последнего украинца от кого он это слышал что реально кто-то заявлял в западный лидер какой-то выступал и говорил мы будем с россией воевать до последнего украинца вот прям конкретно прямая речь такая была вот он много где-то слышала могу только представь что только в его голове это трагедия для украинского народа но пока что трагедия как такие голоса в голове слышишь блин хуже все к этому и идет все к этому идет господи ты пять месяцев уже убиваешь украинцев только сейчас все к этому идет к мхатов до мхатовская пауза но все должны знать что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали а они слушайте он серьезно утверждает что они еще всерьез ничего не начинали то есть четыре месяца все идет по плану но мы ничего еще не начинали вам не кажется тут немножко несостыковочка получается все идет по плану но мы даже всерьез еще и не начинали так задний левый ну окей при этом мы не отказываемся от мирных переговоров ну конечно не отказываются они у них мирные переговоры это все отдаешь им все что они хотят у них не было никаких компромиссов как бы и мирные переговоры в такой ситуации не ведутся несчастные люди чем дальше тем сложнее конечно с вами будет сложнее договариваться этим дальше тем сложнее потому что вы за пять месяцев все больше и больше людей убиваете сами просто уже не хотят разговаривать достижение конечного результата он в любом случае будет достигнут здесь нет никаких сомнений ну не знаю у меня есть сомнения просто никто не знает что что за конечный результат подразумевается вы бы хоть сообщили хоть какой-то цель поставили я так понимаю что это все еще денатификация и демилитаризация украины для прямо интересно как это может сейчас произойти когда уже весь мир просто им оружие поставляет постоянно но это типичный чекист живущий в своем мире слышащий голоса которые мы говорят что они будут воевать до последнего украинца я предлагаю его в бан отправить вы как со мной не пугайтесь длинного комментария это просто показать как боты работают кремлеботики ваши любименькие вот смотрите опять видео нет войне которая сделал человек написал положительный комментарий спасибо за видео отличная идея с обращениями людей слишком много сейчас раз разочарование в людях я месяц назад где-то вот проверял все это и видите месяц назад человек под положительным комментарием написал ответочку вот некто с ником мэтт кэп пишет ну я поддерживаю это безумие и для меня даже странно это не поддерживать и из моей семьи все согласны с этим даже отец что не любил путина просто прифигел от действий запада не буду все перечислять как всегда действия запада не перечисляют просто ты фигеешь от их действий но что они делают это сложно объяснить просто мне просто фигею действий запада они же бомбят мариуполь понимаете убивают мирных украинцев я офигею ответьте на один вопрос что было бы в ступе украина в нато почему ее собирались принять и что такое холодная война война это всегда страшно и плохо но в 20 смотрите он задал вопрос ступи в нато когда вы так делаете вы должны рассказать ступи в нато было бы то то и то то тут просто что было вот ответьте что было бы разве 21 не было войн их огромный список вон израиль воюет налево и направо ну конечно это же израиль появился просто так и начал на всех вокруг нападать и то что его распять наверное арабские страны пытались захватить и когда израиль отбился от всего этого тогда он и смог свою независимость отстоять и я не понимаю почему люди ведутся на пропаганду что россия зло и ее не должно существовать кто такую пропаганду ведет вы вообще с вот я например живя в сша не слышал такой пропаганды что россия зло и не должна существовать вообще никогда не слышал я только слышал вот из таких комментариев которые приходят и мне рассказывают ведется пропаганда что россия не должна существовать ладно смотрит арестовича что смеется над тем что жириновский умер а почему не посмеяться тем что жириновский умер Такая тварь сдохла Людям счастье Смотрят на Байдена, что еще 15 лет назад Занимал крайне враждебную позицию К России Ее выступление Сейчас интересно будет Ее выступление можно найти в сети Кажется, что человек описался Надо было его написать Забыли распад советов Когда американский политик гордо говорил Мы сделали то, что В кавычках имя Собирался сделать ядерные бомбы Но получили еще и сырьевой придаток То есть у них есть просто набор Каких-то фраз, вот таких пропагандистского толка Куда они подставляют какие-то фамилии Разной политики, наверное им надо Смотреть в зависимости от того Под каким комментарием они пишут Или под каким видео Вот тут чувак забыл имя вставить Политика американского, который гордо Говорил что-то давным-давно То есть вот дальше Уже можно это не читать и не разбирать Ну давайте кремлебота послушаем Чтобы он нас распропагандировал Для меня непонятно Когда все предпочитают верить кому угодно Но только не своей стране Страна ничего не говорит Это не какое-то живое существо Страна Это собрание многих людей И у каждого из них много правды бывает Вы взяли и узурпировали Россию Понимаешь? Вы считаете, что Путин это и есть Россия И то, что он говорит, это правда Хотя он врет просто как дышит постоянно Все, что говорит Путин, это вранье Начиная Ну начиная Просто я вам напомню, что он до последнего говорил Что Россия не собирается нападать на Украину А потом внезапно Ну спецоперазы, это же они не нападают Да, они освобождают Украину Я забыл Это освобождение Дальше Для меня странно Когда всем миром под лупой Смотрят недостатки нашей страны Но в упор не видят собственные Да всем насрать на Россию Никто не смотрит во всем мире Вообще насрать Вы не поверите Насколько Жителям другим стран Насрать на Россию Вообще И на жителей России Никто не рассматривает У них свои внутренние новости Главные Если бы вы не напали на Украину Никто бы вообще И дальше о вас Не знал Вы это в вашей голове Что все Россию хотят Нагнуть Там в какую-то позу поставить И Господи Для меня странно верить тем людям Что помахали пробиркой И сказали Что Ирак делает им оружие Оружие Что в итоге было ложью Да прикол в том Что никто и не поверил И он против проголосовал Вступление войны в Ирак И американцы это все На свой страх и риск делали Когда они вступили в Ирак Там и Франция их критиковала И Германия их критиковала Ну Ну вы же этого не знаете Да в самой В самом США Проходили митинги Протестов против этого А у вас Выйди На площадь С белым плакатом Вас задержат И может еще 15 лет дадут Особенно мне нравится Официальное обоснование Войны Что Путин злой Он сошел с ума Хочет совок И так далее И ведь в это люди верят Но если хоть чутка Подумать Как устроена экономика И политика То причины всех войн Становятся понятны Ну так Расскажи нам Вот у тебя как раз Смотрите Целая простынь Причина войны Просто расскажи Причина войны Потому-то 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 Вот будет то-то И то-то И то-то Если Россия победит Она делает Она делает то-то И то-то Чтобы произошло То-то И то-то Вместо того Чтобы описывать Сколько всего В Ираке происходило Вот вы посмотрите Человек Половину своего сообщения Посвятил Байдену Арестовичу Ираку Чему там еще Ким-то американским политикам С именем В кавычках А у причинах Вот самые важные Чтобы мы Типа Такие Ну да Слушай Действительно Он прав Видимо так и есть Ну хотя Или хотя бы Он не написал Он написал Что типа Ну вы Тупые Вы верите Всякое говно В современном мире Человек себя считает Умнее остальных Если он не смотрит Телевизор А нашел информацию В интернете Ну да Потому что интернет Позволяет больше Источников посмотреть Телевизор Это конкретно Вот один канал Который вещает А интернет Это много источников Которые ты можешь Поискать Ты не можешь На телевизоре Вот ты видишь Информацию У тебя там Киселев Впрягает О том Что в Украине Укронацисты Ты не можешь Посмотреть Другое мнение Переключить Сидя у себя А в интернете Прочитав Про укронацистов Например На Реа Новости Или на Канале Царьград Ты можешь Сделать поиск Укронацисты И увидеть Другую информацию Представляешь Дело не в том Что в интернете Правда И неправда А в том Что есть Возможность Разные стороны Послушать И потом Сделать вывод А не слушать Одну сторону Из телевизора Который тебе Вливает в уши Одно направленное Хотел сказать Говно Но не буду Говно Одно направленное Мнение И ты не можешь Найти что-то другое А вот он А вот он пытается Вас засомневать Типа Вот вы в интернете Это же то же самое Что телевизор Только интернет Хотя Очевидно Что не то же самое Вы абсолютно Вольны в своем поиске Вы берете Любой поисковик Какой Яндекс Гугл Альтовиста Если найдете Господи Нифига Я вспомнил И Получаете Информацию Разную А если Вы еще Воспользуетесь ВПНом Тором То вы еще Столько Всякого Можете Почитать Что Голова Распухнет Будет Вот с такой Головой Будете не проходить В проем Ну Анализировать Ее не нужно Там Из-за тебя Это сделают А по телевизору Конечно Ты знаешь Чистую информацию Слушаешь И никто Там за тебя Ее Не анализирует Это мне больше всего нравится Тебе просто Конкретно Пропаганду Вот уже С анализом В нужную сторону Просто сразу Сообщают Даже не Не просто информацию Не Не Произошедшую Новость А вот Конкретно Повернутую В эту Сторону Как требуется Этим Ребятам Сам факт Лицемерия Это премия Свободных СМИ Зеленскому Который еще До войны Запретил Все оппозиционные Каналы Так правильно Те которые Вещали в пользу России Это не оппозиционные Каналы Это не те которые В оппозицию Зеленскому Были Это те которые За русский Мир Были Ну так давайте Может вещать В России Разве в России Не запрещены Все украинские Каналы Или вообще Любые каналы Которые вещают Противоположную Точку Кремлю И они еще Давным-давно Были запрещены Начиная с 2001 года Когда НТВ Разогнали Конечно У нас много Проблем В стране Но быть патриотом Украины Хорошо А патриотом России Варварство Нет Быть патриотом России Тоже хорошо Я например Я считаю себя Патриотом России Поэтому я Это и записываю Чтобы вдохновлять Людей в России Которые настоящие Патриоты Которые хотят Хорошего Своей стране На то Чтобы они боролись С такой швалью Как ты Ты смотри Приватизировал Патриотизм Русский Ну и люди Вообще забыли Что такое нацизм Когда говорят Что в России Нацистский режим Не знаю Кто-то говорит Я говорю Что фашистский режим Это Большая разница Ну а оправдание Что зелья еврей Выше всех По хвал Не вспоминаем Некоторых приближенных Гитлеру евреев Ой это Новое Вот это Знаменито Вообще Если вы не знали Третьим рейхом Руководили евреи Давайте уже будем Честны Вот нам Тут историки Некоторые Из России Наконец-то Раскрыли глаза 70 лет Или уже 80 Будет 80 лет Человечество Не знало Но оказывается Евреи Руководили Третьим рейхом А скрывали Они это Благодаря тому Что организовывали Эти контрационные Лагеря Чтобы там Со своими Соплеменниками Расправляться Господи Кто эту чушь Вообще То есть Вот это Настолько Уже Давным-давно Белыми нитками Шито Вот эти все Оправдания Что просто Мне иногда Стыдно Что я даже Вам это Зачитываю Потому что Ощущение Что мы Все с вами Процентов На 7 И 3 Десятых Отупели Вот это все Послушав И почитав В конце Он вежливо Заканчивает Спасибо за внимание Надеюсь Нигде не нагрубил Несомненный Бан И поехали дальше Советский Союз Страна Большая С мощной Экономикой Богатыми Ресурсами Так что Все эти блокады И санкции Он уж как-нибудь Переживет А вот По союзникам Вашингтона Которые Гораздо больше Зависит От внешней Торговли Политика Ковбойских Наскоков На нормальные Экономические Связи Вьет Куда Сильнее Напоминаю Что я прошу Вас Присылать Фотографии Или даже Видео Того Как вы Смотрите Леша Банит Вот например Спонсор канала Кстати Александр Медведев Прислал Фотографию Как он Под пивко Смотрит Мой предыдущий Выпуск Кстати Ссылка на него Тоже посмотрите Пожалуйста А вот Арсентий Шарко Пишет Скачал Инстаграм Чтобы поблагодарить Алексея За его контент С радостью Смотрю Все выпуски Если вы До сих пор Стеснялись Прислать Что-то Подобное То сейчас Самое время Просто записывайте Видео Или снимайте Фотку Как вы смотрите Леша Банит Тегайте Меня там Чтобы я это Увидел В инстаграме Тиктоке Ютюбе Где вам удобно И ваша фотография Или видео Появится В следующем выпуске Кроме того Я не теряю надежды Получить Хоть от кого-нибудь Ваши фотографии Из бани Только пожалуйста Не неглиже Нютсов Мне не надо Просто как вы Паритесь в бане Я их использую Для Следующей Обложки Но пока Никто не присылал Мои девочки Мне так жалко Американцев Прямо я не знаю Бедные люди Рабочие Их меньше Всего Их ни за что Там считают Не плачьте Все будет хорошо Обязательно Путин поможет Он всем помогает И американцам Поможет Ну мы надеемся Надеемся Он не так расстраивает Не надо так расстраиваться Все будет хорошо Вот смотришь по телевизору Прям сижу и плачу Мне так жалко Да правда Все будет Следующая рубрика Читая российские новости Ну Я тут стараюсь Найти на самом деле Хоть какой-то Вменяемый Официальный Печат Ну не печатный Это уже Вменяемое средство Массовой информации В России Официальное Государственное Но Внимание Спойлер Я уверен Что я его не найду Просто Сегодня у нас в гостях РИА новости Когда это было Приличное Информационное Агентство РИА так и расшифровывается Российское Информационное Агентство В некотором смысле Сменщик ТАС Телеграфного Агентства Советского Союза Сейчас конечно Тут вот заходишь Даже читаешь Заголовки Все хочется посмотреть Россия с партнерами Работает над созданием Независимой Рейтинговой Организации Уверен Что партнеры Это Абхазия Южная Осетия Возможно Приднестровье Вот такие Серьезные партнеры В МИДе Рассказали О весьма болезненном Ответе на антироссийские Санкции Ух там МИД Я даже не знаю Вот что тут Лучше Украинские войска Нанесли массированный удар По военной части ПВО в Луганске Чтобы пропаганда Лучше заходила Надо несколько И Реальных новостей Рассказать Но там скорее всего Будет написано Про то что В селитровый Склад попали В склад селитры попали Заседание Совбеза ООН По нацизму На Украине Обезоружило Запад Об этом заявил Некий Полянский У меня кстати У родителей На свадьбе Свидетели были Полянские Надеюсь Это не он Но это точно не он Прямо скажу Итак Некий Полянский Скажем так Сообщил Что заседание Совбеза ООН По нацизму На Украине Обезоружило Запад Неформальная А вот Заместитель Постпреда России Про ООН Дмитрий Полянский В эфире Телеканала Россия 24 Об этом сообщил Сообщил Смотрим Почему то Ссылка на Смотрим.ру Ну ладно Поверим Что там он так Действительно Сообщил Итак Наши западные Коллеги Абсолютно Были безоружны И ничего Кроме осуждения Специальной Военной операции И действий На Украине В общем то Сказать не могли Потому что Факты Которые мы Приводили В том числе С помощью Видеоматериалов И фотоматериалов Которые в совбезе На формальных заседаниях Обычно не показывают А эти материалы Были очень убедительными И сложно было Как то Оппонировать Нам Ну во первых Какая то каша Немножко Ладно Предположим Я не очень понимаю А что он говорил Так вы показали ему Какие то фотоматериалы А вас в ответ Осудили Ваши военные действия На Украине Извините Что я говорю Не в Украине Это я цитирую Чувака Который говорит На Украине То есть Смотреть Неформальное заседание Совбеза Он состоялся Накануне Оно прошло По формуле Ари Которое Предусматривает Частный Откровенный Обмен Мнениями И гибкие Процедурные Рамки Ну короче Сидят Типа В открытую Не как дипломаты А мы типа Открыто Все говорим Как есть Окей Решение Об участии В таких встречах Члены Совбеза Принимают Самостоятельно Как сообщал Полянский На неформальном Заседании Присутствовали Дипломаты Западных Стран В том числе США И Великобритании Они в частности Обвинили Москву В дезинформации И искажении Истории Тем не менее Задача По денотификации Украины Будет выполнена В память О ветеранах И во имя Будущих поколений Подчеркнул Зампост Преда То есть Они ему говорят Дезинформ Вы говорите Неправду И искажаете Историю А он В ответ Задача По денотификации Будет выполнена В память О наших Ветеранах Во имя Будущих поколений То есть Они вообще На разных языках Разговаривают О чем нам Тут сообщают Ну и дальше Кто вдруг Не в курсе Тут целый абзац Знаете Иногда Человек Читает это сообщение Думает Господи Что происходит Ему говорят Россия С 24 февраля Проводит специальную Военную операцию По демилитаризации И денотификации Украины Как указал Владимир Путин Ссылка На персону Владимира Путина Тоже мало ли Кто вдруг Не знает Тут прикол в том Что нету Ссылки На сам Например То есть Об этой встрече Вообще не сообщается Нигде То есть Я так понимаю Что Полянский Нам рассказывает Что он был На какой-то встрече Можем ему верить Можем не верить Правильно Я Всем российским Заявлениям Например Не верю Вполне возможно Он выдумал Как вот Голоса в голове У ВВХ Есть Про то Что говорят ему Будем воевать До последнего Украинца Так и Полянский Встречался В неформальной Обстановке Ну предположим Ладно Так вот Как указал Владимир Путин Ее пришлось начать Для защиты Людей Которые На протяжении Восьми лет Подвигались Издевательствам Геноциду Со стороны Киевского Режима Конечная О Слушайте Конечная Цель операции Написано Конечная Цель операции По словам Президента Освобождение Донбасса И создание Условий Гарантирующих Безопасность России Слушайте Я хоть Конечную Цель Где-то Увидел Будем считать Что Конечная Цель Освобождение Донбасса И создание Условий Гарантирующих Безопасность России Собственно Условия Уже Созданы Увеличены На несколько Тысяч Километров Граница С НАТО Финляндия Швеция Туда Входят Украине Хаймарсы Как вот их правильно Химерсы Или хаймарсы Называть Поприсылали Там С дальности Уже По 300 Километров Все условия Для безопасности России Сейчас еще Несколько Тысяч Людей Видимо Поумирает В Украине Посланных Из России И Вообще Так Безопасно Станет В общем Ребята Реа Новости Очень Не рекомендую Смотрите Мне Сейчас Сбросили Фотографии С фронта Я вот Сейчас Прям Заглянул Если Что-то Важное То Поделюсь Ничего А Знаете Классика Да Бой В Крыму Все В дыму Ничего Не видно Поэтому Думаю На нашем Операционном Столе Дима Хоменков К сожалению Не знаю Под каким Видео Он оставил Этот комментарий Моя ошибка Прошу Прошу Прощения Он кому-то Отвечал Он кому-то Отвечал Ребят Никто Из нашего Руководства Не говорил Что возьмут Киев За три дня Это Очередной Украинский Фейк Слушайте Давайте На этот Украинский Фейк Глянем Уничтожил За пару дней Катастрофа В СУ В районе Киева Осталось Буквально Несколько дней Как вы знаете Танки На подходе Киеву Уже Танки В Киеве Они рассказывают Оскоревшей Вате Перамот Танки Уже Возле Киева Третья Пятая Максимум Восьмое Марта В следующей неделе Закончится Военные Действия Эта война Продлится Ну максимум Три-четыре Бровь Поднимем И Украина Поймет Все И не надо Никаких Людей Возьмем Киев И Киев Будет взят Так быстро Полтора Три дня Два дня А потом Падение Города А не для того Коллективный Запад заварил Всю эту кашу Чтобы сейчас Начать реально Заниматься Разрядкой Ситуации Ни о каком Быстром решении И речи не идет Потому что Противостоит Армия Ни о каком Быстром решении И речи не идет Да Типа руководители Не говорили Так они ничего не говорят Они чекисты Они даже цель Не называют Этой операцией Их главная цель Это дезинформировать Вообще всех В первую очередь И родное население Но то что Это украинский фейк Да только что Он продемонстрировал Что это не украинский фейк Если бы вас Америка И блок НАТО Не готовили Восемь лет Воевать с нами Уверен Было бы куда быстрее Если бы Америка И блок НАТО Готовили Украинцев Реально Воевать С Россией То Россия Даже не нападала Никто не готовит Просто так Никого Да и военные Американские Британские И другие страны Сейчас находятся В Украине Только под видом Наемников Конечно Ну Сто процентов Наемники Это военные Никто не пойдет В здравом уме В наемники Не умеющие воевать Типа кадровые Он наверное имеет ввиду Что кадровые военные Вот прямо сейчас Кто военные Они поехали В Украину Нет Так тоже не будет работать Потому что В правовом государстве Тебя не отправят Просто так Под видом Наемника Если только ты Этот Из Из разведки Как в качестве Шпиона Снабжают вас Всем чем можно Вот мы и воюем Против Украины Америки И целого Блока НАТО Ну слушайте Если их это успокаивает Пускай они считают Что они Воюют Именно против Америки И целого Блока НАТО На Донбассе С одной стороны Российские Бравые хлопцы С другой стороны Целая армия НАТО Британцы Там собрались Украинцев Там всех Знаете Как назад Таких Оттеснили Говорят Хлопцы Постойте Узади Мы тут сами С блоком НАТО Разберемся Вот так Видимо Это все происходит Но Просто Видите Человек Пытается Удержать Свой Мозг В стабильном Состоянии Он пытается Себе Объяснить Причины Провала Такие Чтобы они Его успокаивали Пусть полноценно Они заступиться За вас Не могут Но нехило Вам в этом Помогают Вот По мнению По его мнению Почему они Не могут Полноценно Заступиться Хотя Целый блок НАТО и Америка Воюют против России Как у него Это складывается Да и если бы Ваши нацисты Не прятались За спинами Обычных граждан В городах В квартирах Жилых домов Было бы Куда все проще Конечно было бы проще Нацисты вышли в открытое поле И еще бы Наверное СМС Прислали с координатами В телеграм-канал Мы здесь Мы здесь Давайте в нас Чем там Искандерами Мы Рассмешим Ваши Искандеры Нашим бы Не пришлось Рисковать жизнями Ради Ваших Граждан Вы вообще Граждан Украины Спросили Почему вы Почему вы за них Решаете Прилетела бы Ракета или самолет И нет ваших войск Ну конечно Это так всегда И происходит Когда честная война Один из соперников Он выходит В чистое поле И ждет Когда в него прилетит Ракета или самолет И нету войск А вот тут Нечестно Украинцы воюют Они хотят Не хотят проигрывать Это конечно Отвратительно Я не понимаю Как Как вот Мир это терпит Например Войны ДНР И ЛНР Воевали Впереди Городов Стараясь Не подвергать Свои города Вашим обстрелам Ну конечно Именно поэтому Города Не обстрелили А не потому что Украинцы Считают Донецк и Луганск Своим И не хотят Их разрушать Именно потому что Впереди городов Воевали И не давали Обстрелить города Вот так Выходили в открытое поле И Давай воевать Очень много городов Мы уже взяли Ваши бегут Слушайте А когда это Комментарий был Ну ладно И ты смеешься Над трупами Хотя о мертвецах Говорят Либо хорошо Либо никак Так Ребят Прекращайте жить Поговорками Господи О мертвецах Можно говорить Все что угодно Вообще Только не стоит Наверное На похороны Приходить И там И там выделываться Потому что это просто Некрасиво И неуместно Но Вот этот А кстати Это же вообще Вырвано из контекста Кто не в курсе Полная цитата Звучит так О мертвых Либо хорошо Либо ничего Кроме правды Запомните Вы это уже Наконец Это изречение Древнегреческого Политика За вас Вы приходите Их убивать Как ты это вообще Вместе с Жириновским Сравнил Мне например Жалко украинцев Естественно Жалко больше наших То есть Ну так если тебе Жалко украинцев Жалко ваших Которые там умирают Почему нельзя Над Жириновским Смеяться Это одна из тех Тварей Которая допустила Всю эту ситуацию Стравили нас Сейчас Америка И Великобритания Улыбаюсь Потирают руки То что славяне Убивают друг друга Охренеть Они до сих пор считают Что это все сделали Америка И Великобритания Я правильно понимаю Что во главе России Сидит американский агент Владимир Путин И он отдает приказы Которые ему Посылает госдеп Из США А благодаря Видимо тому Что вашу верхушку Купили Мы воюем Друг с другом Ну он видимо Имеет в виду украинскую Я то не с Украины Всех украинцев Купили Только Россияне Неподкупные Освобождают Украину От нацистов Как вам Украинцы Вообще повезло С братьями Вот это Мы один народ Слава богу Что у вас только Два братских народа Да Россияне И белорусы А так бы Еще кто нибудь Напал Но это Несомненный бан Вы согласны Вот сейчас Активизировалась Дискуссия По поводу того Давать ли Украине Там членство В члены Грузия сказала Что они Больше готовы Но знаете Я попросила Я бы дал ей членство В члены Конечно Это точно Принадется Ребята и девчата А еще я публиковал Призыв у себя На канале Присылать Видео О том Что у вас Сейчас на душе Во время Всего этого Происходящего Неважно Где вы сейчас Находитесь Ссылка на это Видео Тоже В описании В прикрепленном Комментарии Как раз После выпуска Леша банит Я собираюсь Заняться Монтажом Того Что мне уже Прислали У вас Есть еще Несколько дней Если кто Думал Думал Но забыл Прошу Поторопиться Понятно Что это не последний раз Наверное В дальнейшем Буду что-то Подобное делать Но Для премьерного Для первого Выпуска Мне кажется Будет круто Если вы там Тоже поучаствуете Напоминаю Посмотрите О чем речь Вот по ссылке В описании В прикрепленном Комментарии Мне кажется Это очень Важное Видео Будет Одно Понимать Шведам Эфинам Простые вещи Что Мы С ними Будем В прямом Бое столкновении Только в одном Случше Если у нас Будет война с НАТО А если война с НАТО Будет Она не будет Там понимаете Беспилотничками Она будет ядерной И нам все равно Сколько уничтожать стран 28 Или 32 Они должны Это понимать Четко У нас бы Всего хватает На 32 Хватит Вот так Леша Панел Предлагаю Вашему Вниманию Еще Одну Новую Рубрику Эскадрон Твитов Шальных То бишь Читаем Твиттер Олега Газманова В прошлом выпуске Я всего Одну Почитал Но Решил Конкретно На нем Сделать Акцент Потому что Он не пишет Ничего своего Он ретвитит Он знаете Он такой Собирательный Образ Вот этого Рашиста В общем Если вам Нравится И продолжать То допишите Пожалуйста Об этом В комментариях Фотография Из Харпес Базар За 1888 Год Английский Охотник Использует Толстого Местного Ребенка В качестве Приманки Для крокодила Людоеда На Цейлоне Я даже Не буду Вчитываться Возможно Это опять же Вранье Ну Знаете Эти Отмороженные Англосаксы Они вот Все против Людей То ли дело Мы Русские С нами Бог Мы Спасаем Всех Мирных Людей Не убиваем Понимаю Я полностью Согласен С Олегом Все таки С англосаксами Надо что-то делать Надо уже Прекратить эту практику Когда они На толстых Детей Приманивают Крокодилов Людоедов Этот русофоб Уже в Москве Вещал на радио Спутник Это про Варламова Видимо Надеюсь Вопросы Вернуться Или не Вернуться Отпали Типа В том Что Вернуться Ли в Россию Русофобы Видимо Этот вопрос Был Ничего Необычного Не правда ли Но это Дорожный Знак В Литве Стране Евросоюза С каких пор Крошечная Европейская Страна Смеет Отменять Законно Выбранную Власть В суверенном Государстве Кто не Видит Знак Минск И в скобочках Написано Occupied By Кремлин Я как Беларус Могу вам Сказать Что Александр Григорьевич Лукашенко Не является Законно Выбранной Властью В Беларуси Он сам себя Назначил Какие-то люди Его поддержали По Последним Выборам В которых Он участвовал Тихановская Набрала В районе 55% Голосов Он в районе 25% Голосов Так что Законно Выбранная Власть Это Светлана Тихановская В Беларуси Так что Минск Очевидно Оккупирован Кремлем Лучше и не скажешь Сейчас мы имеем Почти мистическую Картину Путина Ненавидят за то Что он Не предает Россию Русский народ А нас Ненавидят за то Что мы Не предаем Путина Ну Как всегда Несколько человек Себя за русский народ Считают Действия Путина Защиты Русского народа Очень Мистическая Картина Мистика Нет Больших врагов Собственного народа Чем воспитанная Колонизаторами Интеллигенция Об этом сказал Джавахарлар Джавахарлал Неру Это первый Руководитель Независимой Индии Магия интернета Я сходил Погуглил Ничего подобного Джавахарлал Никогда Не говорил Впервые Это высказывание Появилось Где-то В 2008 2007 Году В ЖЖ В общем Кому интересно Погуглите Проверьте Джавахарлар Неру Ну с вероятностью 99% Потому что Искалась по Источникам На английском языке И на хинди И на санскрите По-моему Тоже Ничего подобного Не говорил Но Конечно Всем хочется верить В трудную минуту Они не раздумывая Пришли на помощь Сирийцам Сирийцам Атаковав террористов С воздуха Но на обратном пути Их вертолет был подбит На хрена Вы пошли на помощь Что вы Кстати Еще один вопрос Что Россия Делала и делает В Сирии На хрена Она там была Россия Остановила Транзит грузов В Польшу Через территорию России и Белоруссии Российская железная дорога Может восстановить Транзит Польских товаров По ЖД дороги После восстановления Транзита Российских грузов В Калининградскую область Когда Литва Снимет ограничения На транспорировку Грузов в Калининград Какой Какой транзит Транзит товаров В Польшу Откуда В Польшу По России Идет транзит Из Украины Если только Я буду очень смеяться Если из Украины Идет транзит Транзит товаров В Польшу Через Беларусь И Для кого это написано Для тех Кто географию Не знает Откуда могут Идти транзиты Из Казахстана Из Китая Ну Китай уже давным-давно Перевел все свои Торговые пути Не через Россию Он не пользуется Транзитом через Россию Вот для кого это написано Реально для тех Кто не знает Географии Просто Так Бог хранит Сербию Это все понятно Какой-то Преступная хунта Терпит поражение На поле боя Включает провокации В торговом центре Кременчуга Были размещены Оружие И боеприпасы В СО Это тот В который ракета попала Я так понимаю А раненых женщин И детей После прилета Играли амбалы С фашистскими Татуировками Такая неистовая чушь В которую не поверить Даже полный идет Подожди Так если там были размещены Оружие и боеприпасы Наверное там были и солдаты Зачем В принципе Играть тогда кого-то Ну типа раненые женщины И дети Да Типа если бы показывали солдат Было бы не так Обидно Ну ладно Это знаете Это вот Все рассчитано Просто На россиян Для тех Кто общается с украинцами У кого есть друзья В Украине Да У меня есть конкретно знакомые С Кременчуга Конечно Я больше поверю Анатолию Власову О том Как там играли Хоть бы фотографию Я не знаю Какую ли Видео приложил На фотошопе Хоть что-нибудь Просто на слова Надо верить Конечно Я больше Анатолию Власову Поверю Хрену С Твиттера Чем Моим знакомым Из Кременчуга Которых я знал Много лет Еще и до того Как война Начала Задумайся Европа Сами подписывали Статья 106 и 107 Устава ООН Дают право России Как преемнику победителя Во второй мировой войне На любые меры Включая военные Против Германии Венгрии Австрии Румынии Болгарии Финляндии Хорватии Словении Чехии Латвии Эстонии Литвы Украины За попытки Возродить нацизм Так ребята Сейчас интернет-магия Я сейчас пойду Найду эти статьи ООН В общем-то они у вас На экране сейчас Если кто-то В этом тексте Найдет подобное То что сейчас было В этом твиттере Знаете Это вот рассчитано Просто на Полных имбецилов Которые просто Вот они видят текст И Ни малейшего сомнения Не возникает В правдивости написанного Хотя Был до этого Комментарий Вы верите своему Интернету А не телевизору Хотя в интернете Та же пропаганда Что и в телевизоре Да я просто могу Вот чувак пишет Да Какую-то херню Про статью 106 и 107 Которая позволяет России напасть На целый список стран За возрождение Нацизма Ты берешь Устав ООН Статья 106 Статья 107 Идешь и читаешь Вот тебе интернет Или это тоже Пропаганда Что они тут Статью сменили Она другая Какая-то стала Что это То есть Для кого это Они мне рассказывают Что Там В интернете Другая аналитика Какая аналитика Я просто иду Вот Вы врете Джавахарлал Неру вот это Говорит Джавахарлал Джавахарлал Неру Говорил вот это Иду смотрю Не говорил Статья 106 107 Иду смотрю Не то там написано Зачем они это делают Да я просто неприятный Жена говорит Ты просто неприятный человек Ходишь за всеми Проверяешь Я проверяю только за теми Кто уже мне собравши Один раз Когда ты соврал Надо ходить проверять Ходить проверять Да и просто Сама логика Подсказывает Что Индия Получила мирным путем Независимость От Великобритании И первый же Правитель Начинает Рассказывать о том Как колонизаторы Воспитали Мудаков Это обычная Логика Даже Извините Извините за интеллект А это рассчитано Не знаю на кого Про статью 106 107 И это Твит Это вот Ретвитит Олег Газманов Зачем он это делает А можно конечно Предположить Что кто-то на зарплате Сидит Это все Но это же с его ведома Я могу В некотором смысле Понять Людей Которые вот это все Поддерживают Типа там Извест Того же Газманова Баскова Но неужели Нельзя проверять То что вы Посылаете Даже так обычно Статья Самому неинтересна Он думает Статья 106 107 Устава Он оказывается Нам это позволяет Дай-ка пойду Прочитаю Да ну нахрен Надо Так сойдет Так что Олегу Газманову Бан в твиттере Не рекомендую его читать Это я только Вот иногда Чисто чтобы вас Повеселить Бандера Кто он был Для украинского народа Для радянского народа Цей люди Наверное не интересно Послушать Альтернативную думку Ей по телеку Сказали Что Бандера Я историю учил Чему Бандера Зрадник Чему Потому что он был С нацистами С фашистами Я тоже с нацистами С фашистами Вот у тебя по телеку Кажут что украинцы Это нацисты и фашисты Твой рот Я сейчас телефон Разобью В дребезги Вот вы видите Вы видите Русняк Продолжаем фейспалмить От заявлений Ротвор Пишет Вы упомянули Бучу И сказали Что русские Убили там 100 человек Выстрелом в голову Это позиция Запада РФ конечно Это опровергает Спустя время Военные эксперты При эксгумации Обнаруживают В телах убитых Части разрывных снарядов От арт-обстрелов Само собой Российская Федерация Не могла вести Обстрел по своим Ну конечно Да Конечно А многие мирные Были с белыми лентами Что является Опознавательным знаком Войск Российской Федерации В Буче Не может быть Все так Однозначно Хотя бы потому Что трупы Были розовые На фото и видео Что не соответствует Временным изменениям От момента убийства По версии Кива Но никто не хочет Комплексно оценивать Ситуацию И вы тоже На самом деле Куча людей Комплексно оценили Ситуацию Например Дойче Велли Огромную статью По фактчеку Всего Что вот Он утверждает Все тут Разобрано Куча ссылок Вот на исследование Газеты Нью-Йорк Таймс Я не могу ее показать Потому что там Для подписчиков В основном Но и там Все разобрали Про все Неоднозначно С выяснением Геолокации Какая тень В то время Это я кстати На Joy Reactor Сейчас Показываю Статью Даже на развлекательном Сайте Понимаете Люди Это все Разбирают Фотографии Подлинные И люди убитые На них Подлинные Аналогичная ситуация В роддоме Мариуполя Я согласен На вокзале Краматорска Я только За один Этот выпуск Уже Рашистов Несколько раз На лжи Поймал Но Он дальше пишет Везде есть Две правды Как вы можете Верить В одну из них Конечно Я ни во что Не верю Я лично Вот я Как человек С критическим Мышлением Просто ни во что Не верю Но когда Одна сторона Мне постоянно Врет А с другой Стороны Когда бывает Ложь Ее быстро Опровергают Для примера Я как белорус Больше слежу За белорусскими Новостями Украинцы Заявили Что они Распознали Вот на видео Тех Кто из Мозыря Посылал посылки Домой Одного Из Людей Им оказался Белорус Вот И он типа Мол участвовал Вот как раз Этой резне Буче И буквально Через Несколько часов Уже белорусское Издание Выходит с опровержением Потому что они Связались с этим Человеком И он никак Не мог Находиться тогда В Украине Так вот Почему же мы верим Одной стороне А другой не верим Потому что Одна сторона Имеет только Один канал информации И рядом с ней Все кто говорят Не так Как ей хочется Они сажаются На 15 лет Там на 15 суток Короче Их затыкают Как могут И вы даже не можете Выйти сказать Нет войне Вы не можете Никакую другую Правду сказать А другая сторона Украина Когда что-то Заявляет Контролируется Всеми другими Демократическими Странами Понимаете Что-то не так Украинцы сказали Нью-Йорк Таймс Напишет Опровержение Еще кто-то Напишет Опровержение Вам конечно Кажется Что там Сидит Огромная Западная Пропаганда И все говорят Одно и то же Но это не так И вам в это Сложно поверить Потому что Вы не знаете Как может быть По-другому И две правды Не бывает Одно утверждение Правдиво Другое лживо Не может быть Две правды В случае Бучи Как их две правды То есть украинцы Говорят Расстреляли русские Русские говорят Расстреляли украинцы Как их может быть Две правды Или вы хотите сказать Что половину из них Расстреляли русские Половину украинцы Такие две правды Для кого вы это пишете Для идиотов Которые не жили Никогда И не знают Что такое правда То есть, одна правда, Россия напала на Украину, вторая правда, если бы Россия не напала на Украину, то Украина бы напала на Россию. Так как вы можете верить в одну из них только лишь потому, что вам безразлична действительность? Обалдеть! Человек вообще не понимает, что такое критическое мышление и множество источников информации. Безразлична действительность. В том числе и причины этого конфликта. Вы можете считать это паранойей деда, другие назовут превентивной войной, но при всем информационном безобразии нельзя однозначно транслировать одну позицию. Да можно транслировать! Позиция нельзя нападать на другую страну и убивать ее жителей. Даже если Украина планировала напасть на Россию, что тотально неправда, это просто неправда, но даже, я вот просто предположу, что Украина планировала напасть на Россию, то тогда бы все были на стороне России и Украина бы вот тогда точно за три дня проиграла. Любая война чудовищна, особенно между столь близкими народами, но если вы осуждаете кого-то, то хотя бы с оценкой действительности. Ваша позиция очень удобная, вы просто игнорируете одни факты, в перевес подчеркивая другие. Сожженные люди в Доме профсоюзов, это имеется в виду, видимо, в Одессе, нацистская символика у защитников Мариуполя, высказывания ведущих на федеральном ТВ в Украине, и не про сегодняшнюю повестку тоже. И он бы хотя бы пояснял вообще, ну, я не знаю, что за высказывания ведущих на федеральном ТВ в Украине, но рассказывая, что они говорят. Почему вы все считаете, что я все знаю и все видел? Ну, отмена пророссийских политических партий и СМИ. Это началось тоже не сегодня, конечно, это началось после 2014 года, когда вы Крым отжали. Какие могут пророссийские вообще быть партии после этого? Я не говорю про то, сколько раз не были подписаны Минские соглашения. Итак, смотрите, предположим, вот все правда, там нацисты сожгли людей в Доме профсоюзов, там нацистская символика у защитников Мариуполя, предположим, там какие-то высказывания ведущих, я не знаю, какое там высказывание было, надеюсь, посадить Путина на кол, хотя бы такой. Так вот, предположим, это правда, но это не ваше дело, это независимая страна. Вы не имеете права туда входить и говорить, как им жить. Как до вас еще это донести? Или у вас в России все проблемы были решены уже? Или у вас там список Магнитского, например, чувака замордовали просто в тюрьме и запретили, еще многих там посадили, что-то еще сделали? Сколько оппозиционных лидеров сидит в тюрьмах? У вас все решено, то есть вы все нормально делаете. Вы пошли и какие-то проблемы чужой страны хотите решить. Даже вот если предположить, что вот это то, что ты написал, правда, а это не правда, но предположим, просто с тобой спорить, тебе факты рассказывать, это лишняя трата времени. Вы не можете идти в другую страну решать ее проблемы. Вы, кстати, постоянно почему-то ссылаетесь там на США, который Ирак бомбил. Я еще раз повторю, я против того, что они там участвовали, потому что это реально привело вот к тому, что и в Украине творится, потому что дорогие россияне решили, что они могут делать то же самое. Но там точно не решали проблемы Ирака или проблемы Югославии. Они решали проблемы, касающиеся многих стран тогда. Хотя, еще раз повторю, я не считаю, что они должны были в это вмешиваться. Этим комментарием я хотел призвать к более комплексной оценке ситуации. Вас, как человека с аудиторией и, возможно, детской. А не просто рассуждение на уровне русские орки, украинцы Рагули. Пожалуйста, поспорьте вот просто с одним вот этим моим заявлением. Россия напала на Украину, и Украина вместе с мировой общественностью противостоит агрессии. Вот это одно заявление, все остальное там, про нацистские знаки, про сожженных людей в Одессе. Это не дает вам право убивать людей в другой стране. Украинцы сами должны решать свои проблемы. Вы проиграли войну влияний на Украину, потому что выбирали в пророссийских партиях идиотов типа Януковича, с которыми противно иметь дело с таким мудаком. Комплексно взгляните на ситуацию. В бан, род вор, в бан. Комплексно взгляните на ситуацию. Ребята и девчата, извините, не смог удержаться, опять зашел на Царьград. Но, по-моему, самый веселый сайт, например, ничего, что называется «Первый русский». То есть вот это не нацизм вообще, да? Не российский «Первый русский» сайт. Так, на минуточку. Но мы денатифицируем все еще Украину, да? 20 идей по развитию России. С удовольствием бы почитал. Давайте вот в «Русскую весну-2022» зайдем. Куда идет оружие Запада вместо окопов ВСУ? Вскрыта масштабная схема контрабанды, наверное. Не, мне даже интересно стало, куда она реально идет. Я даже не могу придумать, куда она может идти. По данным спецслужб, поток оружия на Украину сворачивает южнее в сторону Албании. Смотрите, написано. «Схему сдали кроты в службе безопасности Украины, а потом попадает курдским повстанцам. Возмутили в Стамбуле. Именно поэтому сдали честь всей этой масштабной схемы». Самое главное, мне всегда вот нравится в таких сообщениях, что нету ссылки ни на что. То есть я вот таких сообщений могу придумывать и писать свой Царьград сделать. Анна, русская армия нанесла ударь по Харькову. Просто интересно, будет написано, что по конкретным военным целям или все-таки конкретно, знаете, удар по Харькову – это прям удар по городу. Как будто вы бомбите город. «Ранним утром 13 июля русская армия атаковала определенные цели на территории Херсона». А, господи, они даже... Ну, это, кстати, частная ошибка, почему-то Харьков и Херсон путают. Но это вообще смешно. Русская армия атаковала определенные цели на территории Херсона. Хотя, вроде, кажется, нанесла ударь по Харькову. И вроде как Херсон пока оккупирован российскими войсками. Очевидцы обстрела сняли происходящее на телефон и передали материалы корреспондентам издания. «Русская весна». Ну, тут хоть ссылка есть. Запуск ракет осуществлялся из приграничных районов. В результате обстрела на пораженных объектах случились пожары. Ну, то есть, они даже не пишут, что, типа, целью были военные объекты. То есть, просто объекты какие-то. Обстреляли Харьков, который Херсон, который Харьков, но который Херсон. «Три факта России, которые вас удивят». Ой, слушайте, я за последние пять месяцев так устал удивляться. Можно каких-нибудь «Три факта России, которые меня успокоят»? «Британская разведка делает вид, что знает все». «Русское правительство делает вид, что они даже еще не начинали». «Польша поплатится аэродромами». Ну, конечно, Украина уже поплатилась аэродромами. Все аэродромы разбомблены. И Польша поплатится. Все поплатятся, мы им всем. Американский Хаймарс – несложная цель для ПВО. Однако Киев занимается чистым терроризмом. Мешает свои города бомбить. Сволочи, слушайте, террористы эти украинские мешают бомбить украинские города. С этим надо что-то делать. Срочно полуформальную встречу в ООН надо организовать. О, так мы же это на РИА Новости читали. Полянское заседание Совбеза ООН. Правда, о нацизме на Украине обезоружило Запад. Так это же, блин, мы с РИА Новости. Так РИА Новости как Царьград, в общем-то. Они вообще чем-то отличаются, все вот эти российские пропагандистские сайты? Политолог. Иностранные наемники начали бежать с Украины. Ну-ка. Ну, просто. Типа, было 3,5 тысячи иностранных боевиков. Осталось 2,5 тысячи, которые остались, они теперь бегут. В общем-то, без всяких фактов. Просто были, бегут. Им на Украину наплевать, а на разменная монета в игре за... Если им наплевать, нафига они приезжали как наемники в Украину? Видимо, украинские власти им кучу бабла платили, по мнению. Я даже не знаю. Логичные вопросы. В Украине дофига сейчас армии. Они все еще не призывают даже резервистов, которые есть. Как вот верить вот этому, что иностранные наемники бегут? Огония киевского режима. Бандиты используют последний шанс. Преступные удары по мирно спящим городам. Батальоны в юбках и массовый призыв инвалидов. Господи. Ну, просто. Ну, вы же можете украинцев спросить. Вы даже до сих пор можете позвонить в Украину и просто украинцам спросить. У вас что, уже инвалидов призывают? Киев действительно готовит наступление. Есть два направления удара. Тут надо было еще написать. Сейчас я вам карту покажу. Сейчас я вам покажу карту, откуда готовится направление. Два направления удара. Русские военные сами кричали славу Украине. Ну-ка. Это все поэтому в Крыму, которая... Скандал, связанный с избиением русского бойца в Крыму, набирает обороты. Ранее появилась информация, что раненый во время спецоперации военный приехал на лечение в Крым. Но в судаке подвергся нападению за символику Z на одежде. Однако сочувствием к нему прониклись не все. Так, причина конфликта была принципиально другой. Якобы 38-летний контрактник приехал в Крым в санаторий вместе с приятелем. Вечером 10 июля мужчины распивали спиртное в одном из кафе. Затем решили подшутить и стали выкрикивать лозунг «Слава Украине!». Ну, конечно, уровень... Если так и было, то уровень, конечно, развития так себе, мне кажется, у людей. Другие посетители кафе не поняли шутку, возник конфликт. А по пути обратно в санаторий они повстречали компанию молодых людей. Те сделали военным замечание за то, что они перелезали через забор. Конфликт закончился дракой. Ну, в общем, в любом случае в Крыму кто-то кричит «Слава Украине!». Что, по-моему, хороший признак. Но скандальчик такой. Я, как говорят, так себе. Еще раз, ребята, предупреждаю, не читайте «Царьград» ни на ночь, ни утром, вообще никогда. Только в моих выпусках. Смотрите, а то можете получить ватность головного мозга. Потом лечи вас. Ребят, а мне больше некого банить. Не беспокойтесь, это только на сегодня. К следующему выпуску явно набегут новые кремлеботы и расисты в комментариях. Ваша задача теперь поставить лайк, поделиться этим видео с кем-то еще, чтобы им тоже стало весело. И, конечно же, написать комментарий под выпуском. Ну, а если вы хотите меня отблагодарить за то, что я всем этим занимаюсь, то суперспасибо. Спонсорство это на ютюбе или что-нибудь прислать на пейпел. Это на пейпеле. На этом все. До следующих выпусков. Традиционно хочу вам пожелать, чтобы вам никого не пришлось банить в своей жизни. И, боже, я думаю, вы ждали этого весь выпуск. Божественная заставка. Где я был всего 7 лет? Леша банил. Где нотифицировал Тибет? Леша банил. Может, фейки рисовал? Леша банил. Что он только что сказал? Банил баню. И буду банить! Субтитры сделал DimaTorzok